Приветствую, друзья! Ну что, пока мы с вами пристально наблюдаем за проводимой Россией спецоперацией на Украине, за доблестной работой наших военных, на гражданском фронте противостояние с Западом по целому ряду вопросов перерастает в обмен ударами, в том числе и финансовыми. До сегодняшнего дня произошла серия обменов выпадами по взаимным обязательствам, долгам, зарубежным счетам и ценным бумагам, в ходе которых Россия отзеркалила западные нападки на суммы, гораздо превосходящие западные ограничения. Но самым неожиданным и обескураживающим ударом для Запада стало заявление президента России Владимира Путина о принудительном переводе платежей за поставляемый газ в российские рубли. Причем это логичный ход нашего лидера в данной ситуации, поскольку Запад не исполняет свои внешние обязательства в долларах и евро перед другими странами, а значит необходим переход на другую валюту. В случае России и российского газа это по логике будет российский рубль. Одним этим шагом Кремль кардинально перевернул ситуацию с ног на голову. Расчет так называемых западных партнеров строился на том, что Россия для выполнения своих обязательств критически необходимы доллары и евро, доступ к использованию которых ей сознательно ограничили. И вдруг оказалось, что никчемный рубль теперь нужен всем этим цивилизованным европейцам для расчетов за российский газ. Для этого им необходимо будет начать тоннами закупать у Центробанка России российскую национальную валюту, обеспечивая на него повышенный мировой спрос. Деревянный оказался не таким уж и деревянным, начав быстро расти в цене по отношению к доллару и евро. Естественно, что подавляющее большинство стран-членов Евросоюза возмутились такой постановкой вопроса, указывая, что в подписанных контрактах нет пункта о возможности замены валюты расчета на непредусмотренную ранее. Самый забавный комментарий последовал от премьер-министра Словении Яна Заянша, который на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе заявил следующее. «Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить рублями». Честно скажу, с трудом вспомнил. А где это и что это за страна такая, Словения? Глянул на карту и все сошлось, поскольку самой крикливой всегда оказывается сущая мелочь, которая по размеру даже меньше, чем каждая из прибалтийских сестер. Так я и не понял, а зачем этой губернии целый премьер-министр, когда она меньше нашего Крыма? Ну да бог с ним. Итак, после истечения отведенного Европе на раздумье срока, если страны Евросоюза не начнут переводить платежи в российской национальной валюте, России придется расторгнуть действующие договоры и прекратить поставку газа. Вначале по одному трубопроводу, как доказательство серьезности намерений, а потом по остальным. Решили повоевать? Получите ответ. Не подействует с газом? Мы начнем продавать за рубли нефть, потом уголь, потом титан, потом алюминий, а потом все остальные природные ресурсы, без которых никуда вы не денетесь. Так что вам придется привыкнуть к виду российского рубля. Так вижу, друзья.